Управляющая компания Даниловская обратилась в суд с целью оспаривания решения Первой Уральской Городской Думы об утверждении тарифа, который принимался ранее на содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма. Исковые требования суд удовлетворил. Первое в этом году заседание Первой Уральской Думы начинается с рассмотрения важного вопроса, которого нет в официальной повестке – повышение тарифов на содержание жилья. Речь идет о неприватизированных квартирах и государственных или муниципальных помещениях, что арендованы по договору социального найма. Инициировала увеличение тарифа одна из крупных управляющих компаний, которая на протяжении трех лет судилась с администрацией города. Сегодня чиновники озвучивают новые расценки на содержание жилья. Тариф, который мы рассчитали, считаем экономически обоснованным, будет составлять 21,89 рубля, но, повторюсь, это обязаны принимать именно для муниципального жилищного фонда, который у нас 3,5%. В Первой Уральске у нас ранее был тариф, который отменили 18,07. Предлагаем принять тариф сроком на три года. Это предусмотрено действующим законодательством с учетом ежегодной индексации. По словам чиновников, в случае принятия повышение тарифа вступит в силу 1 июня этого года и охватит 3,5% жилого фонда Первой Уральска. Но, как правило, следом за таким повышением увеличивают плату за содержание жилья и управляющие компании. Депутат от партии ЛДПР Дмитрий Хаймин заявляет, инициативу поддержать не может, ведь представленные администрации документы вызывают много вопросов. Расчеты администрации были некорректны и были там даже ошибки различного характера. Поэтому я хочу обратить на это внимание, чтобы провести работу, обратить внимание на компетенцию в некоторых отделах, которые готовили эти расчеты. От этого вопроса, от принятия я воздержусь. Дмитрия Хаймина поддерживает и Александр Панасенко. Они оба воздерживаются от принятия решения, но 21 депутат голосует за. Новые тарифы на содержание и ремонт жилья Дума принимает и приступает к рассмотрению следующего вопроса. О прошлогодних итогах и планах на будущее в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов. Представитель регионального фонда содействия капитальному ремонту докладывает, в 2022 году в Первоуральске в 14 домах провели строительно-монтажные работы, в двух заменили лифты, а в 15 домах составили проектно-сметную документацию. О суммах трат не сообщается, зато озвучена стоимость работ на текущий год – 186 миллионов рублей. Отметим, что с января этого года взносы на капитальный ремонт в регионе выросли аж на 40%. На 2023 год капитальный ремонт запланирован в 18 многоквартирных домах. Из них – это 10 многоквартирных домов, расположенных на гостевом маршруте в городе Первоуральске, и 8 – это строительные монтажные работы. Доклад представителей фонда капитального ремонта почти не вызывает у депутатов вопросов. Народные избранники принимают к сведению документ и переходят к следующему вопросу. Итоги работ в рамках реализации программы развития и модернизации ЖКХ за прошлый год. Бурное обсуждение вызывает пункт о ремонте тепловых сетей в Первоуральске. Большой объем работ был выполнен в прошлом году, горожане до сих пор помнят раскопки по всему городу. По словам чиновников, было заменено почти 15 километров сетей теплоснабжения. Проведен ряд других работ. Сумма трат составила 168 миллионов рублей. В 2023 году в рамках реализации мероприятий конституционного соглашения планируется модернизировать порядка 40 километров сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также 8 центральных тепловых пунктов. Планируемые инвестиции в общем объеме, с учетом средств конституционера, областного местного бюджета будут составлять порядка 700 миллионов рублей. Денис Поляков отмечает, в этом году добавятся работы по замене сетей холодного водоснабжения протяженностью 600 метров. Но вопросы у депутатов возникают по теплосетям и суммам трат на их замену. Все хорошо, цифры большие по модернизации, конструкции, выхлоп. Экономический эффект от того, что мы модернизируем, улучшаем, все. Какое? Устежение тарифов произойдет или не произойдет? Потери в тепловых сетях составляют до 40%. Лучше бы наши концессионеры об этом деле рассказывали. По концессионерам информацию доведем, я думаю, они подготовят какую-то прессию, весь информацию. В итоге депутаты решают пригласить на следующее заседание директора теплоснабжающей компании и задать ему все интересующие вопросы и по поводу концессии, и на тему длительных раскопок. А текущий доклад единогласно принимают к сведению. Кристина Сепьева и Владимир Махмутов. Интера ТВ.